Друзья, всем привет! Вы снова на канале Кулинария со вкусом. Сегодня мы приготовим макароны с мясом в сливочно-чесночном соусе. Готовится легко и просто. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте мне лайк, если вам понравится мой рецепт. Итак, поехали! В самом начале приготовления мне нужно поставить воду кипятить для наших макарошек. Сейчас я наберу почти полную кастрюлю. Чтобы не терять времени, пока мы будем нарезать мясо, обжаривать его, у нас как раз закипит вода, в которую мы будем забрасывать макарошки наши. Ставим огонь на максимум, накрываем крышкой и занимаемся пока мясом. Филе я помыла, немного обсушила. Все пленочки, где там что, я удалила. Филе, конечно, мы берем охлажденное, замороженное. Лучше не брать, как обычно, проверяем надавливанием пальца. Если оно быстренько принимает у нас форму, значит филе у нас свеженькое. У меня две штучки по 300 граммов. В сумме 600 граммов мы взяли мясо. Сейчас мне нужно его нарезать поперек волокон. Конечно, мы знаем, что любое мясо мы нарезаем поперек волокон. Для чего? Для того, чтобы оно у нас было нежное, сочное, мягкое. Мясо мне нужно нарезать как можно мельче. Я сейчас вдоль нарезаю такие полосочки. А теперь будем нарезать поперек маленькими кусочками. Вот так вот, смотрите. Чуть крупнее, чем нарубленные котлетки. Этот рецепт очень быстрый в приготовлении. Сегодня, кстати, одна подписчица меня просила еще как можно больше быстрых рецептов на моем канале, чтобы было. Это один из них. И также, это любимый рецепт моего внучка. Любименького Арсюшечки моего. А так как он у меня внучок, еще тот жучок. Его коры накормить не так уж и просто. Мне приходится заширяться. Могу этот рецепт назвать авторским. Хотя, может быть, вы меня опять обвините, что он не авторский. Где-то это что-то было уже. Но это, знаете, как в музыке. Как можно композитор обвинить, что он где-то занимался плагиатом. Потому что всего 7 нот. И из них нужно нам сочинить песню. Также и кулинария. Но, слава богу, нам кулинария и разнообразие продуктов дает больше возможностей для этого. Немножко расскажу вам об этом блюде. Пока нарезаю филе. Так как сочетание продуктов, его пропорциональность, я действительно придумала сама. Буду называть этот рецепт авторским. Я его называю макарошки с куриным филе. И в сливочно-чесночном соусе. Мой внук просто называет это макарошки с мясом. И я уже знаю, что он хочет, чтобы я приготовила. Вот. Ну, пока шутки-прибаутки. Одну грудку мы уже перерезали с вами. Остается вторую. Точно так же, таким же образом. Так, это я немного уберу. Чтобы нам не мешало. Вот. Смотрите, какие кусочки у меня получились. Вот. И точно так же проделываем со вторым кусочком. На этот рецепт у меня уйдет минут 20 на его приготовление. Потому что я сразу поставила воду для наших макарончиков. Вот. Нам их нужно будет не до готовности, а до итальянского состояния аль денте. Что это означает? Это означает, что при термообработке мы их готовим до полуготовности. Сохраняем упругость и твердость. Потому что это все у нас еще будет вместе. Готовится потом на сковородке вместе с мясом. Еще чем мне нравится этот рецепт, это тем, что все-таки куриная грудка это диетическое мясо. Я спокойно даю его ребенку. Не боясь, что там каких-то жиров, холестерина вон у меня поест. Как вы знаете, бабушки становятся... Ну, может быть, не умней, но мудрей с годами. И любят своих внуков больше, конечно же, чем детей. Мои дети тоже смотрят мой канал. Я думаю, они не обидятся. Потому что, как они говорят нам, ты говорила, есть что дали. А ребенку теперь, внуку говоришь, тебе сырок порезать звездочками или сердечками. Да, действительно, это так и происходит у нас. Пока он у меня один. Вот. Дочки у меня две, а внучок у меня один любимый. Сейчас будем обжаривать. Первым у меня на сковородку пойдет обжариваться чесночок. Поэтому я его сейчас раздавлю мелко. Порежу 3 зубочка. Как видите. Для обжаривания я беру 50 граммов сливочного масла. Отправляю на сковородку. Чтобы она у нас расплавилась. А чтобы не подгорало, я добавляю оливковое масло немножечко для жарки. Масло у нас разогрелось. И я отправляю сюда нарезанный чесночок. Быстренько его обжариваем. Не даем ему пригореть. Он у нас отдает все ароматы, запахи маслу. И в этом масле мы уже будем обжаривать куриную грудку. Вот, прекрасно. Можем добавлять куриную грудку. Мы ее меленько порезали. И отправляем все на сковородку. Равномерно распределяем. Сразу же солим. Чайная ложка соли. Даже можно меньше пока. Потом лучше добавить, чтобы не пересолить. И у меня специи. Из специи я сегодня беру прованские травы. Я их очень люблю. В этом блюде со сливками, со сливочным соусом. Они очень прекрасно сочетаются. Здесь тимьян. Преобладать я очень люблю его вкус и аромат. Сейчас при жарке он будет раскрывать свои все свойства, все свои запахи, ароматы. Добавляю. Тоже чайная ложка специй. Специи я высыпаю все. Тут я точно уже не пересолю, не переборщу. Вот, как видите, грудка у меня уже с одной стороны поджарилась. Немножечко можно добавить огня. Как я и говорила, это блюдо очень легкое в приготовлении и очень быстрое. Чтобы не потерять этот рецепт, обязательно сохраните его. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. У меня еще очень много авторских рецептов и не авторских тоже, но очень интересных и очень вкусных. От этих запахов можно просто зайти с ума. Запах тимьяна в прованских травах это нечто, я вам скажу. Обязательно пользуйтесь этим рецептом с этими ароматными приправками. Вот. Так, сейчас я посмотрю, что у нас здесь. Отлично вода закипает. Мы сейчас будем отправлять сюда наши макарошки. Мясо я накрываю крышкой, пусть немножечко еще обжаривается, прожаривается. Насыпаю столовую ложку соли сразу же сюда. По поводу макаронов. Макароны у меня из тверых сортов пшеницы. Я взяла их 350 граммов. Засыпаю. И обязательно сразу размешиваем. Как я сказала, готовим мы до полуготовности, до состояния аль денте. В это время смотрим, что у нас здесь. Посмотрите, какая красота, вкуснота. Мясо практически уже готово. Берем сливки. У меня 20% комнатной температуры. Пол-литра сливок я выливаю на сковородку. Добавляем к куриной грудке, уже практически обжарившейся. Размешиваем сливки с мясом, чтобы у нас все равномерно приготовилось, проготовилось здесь. Посмотрите, какая сливочная у нас текстура, консистенция. Сливочное масло, оливковое масло плюс сливки. Аромат прованских трав, повторяюсь, потому что я уже не могу устоять перед этим запахом. Пока у нас сливки закипят, к этому времени у меня уже подоспеют макароны. Макароны у меня сварились уже до нужного состояния. Они все целенькие, смотрите, упругие. До готовности они у меня уже будут доходить в соусе вместе с мясом. Сейчас мне нужно их слить и отправить на сковородку. Всю жидкость мы сливаем. Она нам не нужна уже будет. Вот, отлично. И отправляем макароны на сковородку. Отлично, смотрите, все у нас здесь кипит. И добавляем сюда же макарончики. Смотрите, какие красавцы у нас получились. Сейчас нам это все нужно смешать. Чтобы они у нас подружились, пропитались тоже ароматами, которыми пропиталась куриная грудка. Вот, какая вкуснотища. Буквально 5 минут еще нам терпения. Они у меня доготовятся под крышкой. Накрываю крышкой. И в это время мы займемся нарезкой зелени. Пока у меня доготавливается наше блюдо, у меня есть 5 минут для того, чтобы нарезать зелень. В этом случае хорошо будет гармонировать с нашим вкусом прованских трав, укроп, свеженький укропчик. Еще нам нужно будет натереть пармезан. В самом конце мы им посыпем блюдо. Я люблю в этом блюде пармезан в сочетании со сливочным соусом. Это получается очень вкусно. Почему пармезан? Почему не другой сыр? Вы можете взять другой. Но он у вас расплавится, как моцарелла, допустим, можно взять. Но это будет тягучесть, как на пицце. В этом блюде мне не нужна эта тягучесть. Но если вам нравится, совершенно спокойно, вы можете взять ту же самую гауду, моцареллу, как я уже говорила. Или любой сыр, который у вас есть в холодильнике. Это тоже будет очень хорошо. Но повторяюсь, я люблю в этом блюде пармезан. Открываем крышку. И проверяем готовность нашего блюда. Вот такой вид он у нас должен иметь. Посмотрите, макарончики у нас впитали сливочный соус. Мясо хорошо проготовилось у нас. Вот такой вид и консистенцию имеет это блюдо. Блюдо у меня уже готово. Мне осталось посыпать, пока оно горячее, пармезанчиком и укропчиком. Что я сейчас и делаю. Итак, друзья, самый приятный момент приготовления, это его дегустация. Ты что снимаешь уже? Потратив всего 20 минут на приготовление, мы получили вот такое красивое ресторанное блюдо. С такой красивой подачей. И сейчас я его буду пробовать. Вкуснятина. Конечно, очень вкусно. Друзья, очень рекомендую приготовить это блюдо. Если у вас есть какие-то пожелания, советы, рекомендации, обязательно пишите в комментариях. Для меня это очень ценно и важно. И если вам понравился мой рецепт, обязательно приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь, но как всегда ненадолго. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok